Ребята, наша команда представляет проект «Студенческий журнал», который будет освещать студенческую и общественную жизнь. В этом журнале будут содержаться статьи научно-популярного характера. Наверное, у вас сразу же возникает вопрос, почему журнал будет издаваться именно в печатном виде. Это поможет отвлечь аудиторию от телефонов, также не возникнет проблем с сетью. Улучшенное восприятие в отличие от онлайн. И мы просто хотим доказать, что печатная версия может выжить в эпоху интернета. «Сфера» — это предыдущая газета, которая была в ВУЗе, сейчас ее нет. «Сфера» была недостаточно читаемая, поэтому новый формат журнала позволит привлечь больше потенциальных читателей. В принципе, этот проект очевиден и не требует особых объяснений, поэтому мы ждем ваших вопросов. Сейчас такая передвижная стойка. Такой вопрос. Вот смотрите, вы готовите новый журнал, новую газету студенческую, а макет какой-то... Да, у нас уже есть заготовка, есть вариант с обложкой, со всем. Готова показать? Готова показать лично. Хорошо. Он имеется в наличии, вот прям уже на руках есть. Так, ну подождите, вот там девушка первая рука, а вы двое мужчин. Ну, давайте будем джентльменами. Вот вы сказали, что предыдущая газета «Сфера» была нечитаема. А почему вы решили, что именно ваша газета будет читаема? Та не пользовалась спросом. Почему ваша именно будет пользоваться спросом? У нас, во-первых, не газета, а будет журнал. Журнал, как правило, он имеет более красочный формат. То есть, если ты берешь в руки какую-то газету, она скучная, неинтересная, некрасочная. В журнале глянцевая страница, она приятная к чтению, и у нее много разных интересных статей. Костающихся конкретно не только нашего университета, но и вообще социальной жизни в принципе. То есть, журнал этот будет читаем. Здравствуйте, можно задать вопрос? Потому что информация будет интересна, объем будет больше, будет яркое преподнесение. Ау, я здесь. Да, еще раз. Вот такой вопрос. В университете есть стенды с механикой молодежи, журнал. Они там пылятся. Их никто не берет. В связи с вопросом с этим, как вы будете распространять свой журнал? То есть, под подписки или он будет также пылиться на стендах? Знаете, он не требует распространения. Если вы увидите его обложку, то на вас текуратиру сразу заинтересует. И просто ради интереса первый выпуск вы точно возьмете почитать. А дальше это уже будет... А кто будет делать этот журнал? Вы? Кто будет делать журнал? Вот, наша команда, все эти люди, мы готовы тратить свое личное время для того, чтобы делать журнал. А деньги? А бумагу? А краску? Ресурсы вы будете тоже из-за финансирования. Вчера прозвучала фраза, что если будет хороший проект, то он получит финансирование. Конечно, мы за свои деньги не сможем никак этого опечатать. Но, думаю, если проект будет хороший, то его поддержим. Спасибо. Ну, в вопросе, может быть, немножко не тема, но какой примерный тираж вы планируете выпускать? Для начала мы планируем выпустить хотя бы 500 штук для первого раза. Поверьте мне... Маловато будет! Для первого раза это просто пробный вариант для того, чтобы посмотреть, сколько людей будут его читать и сколько людей будут заинтересованы. Потому что сфера первый раз выпускалась тысяча экземпляров, и это было очень много. Что-что? Она будет читать на всеобщее обозрение. Ребят, скажите, пожалуйста, кто будет у вас писать статьи? Потому что, насколько я знаю, пресс-центр, медиа-центр, они только начинают свою работу, и у них журналисты еще не обладают настолько хорошими навыками, насколько они должны быть. То есть и в газете, сфера, тоже были статьи такие себе. То есть вопрос, как вы будете писать, и кто будет писать эти статьи? У нас есть множество людей, которые нам помогут. Они профессионалы в своем деле, и мы готовы у них учиться этим заниматься. То есть статьи будем писать мы, но под их руководством. Если вы хотите внести какие-то свои коллективы изменения, мы будем рады вас выслушать. Вот вы несколько раз говорили, что журнал будет читаемый, ну, вы уверены, что это проще будет читать и так далее. А можно узнать, вот как вы это определили? То есть просто потому что у него будет много картинок, и это называется не газета, а называется журнал, то он будет более читаемым? Ну, во-первых, мы провели, у нас есть статистика, живая статистика. То есть, как бы, она началась с того, что мы решали, что мы будем пускать, газету или журнал. И мы просто провели опрос среди студентов, и, как бы... Я прошу прощения, я сейчас прерву немножко, понимаете? Здесь допущен традиционный, такой ошибочный, мне кажется, момент. Люди пришли и считают, что вот все, что было до них, все неправильно. Вот мы сделаем правильно. И поэтому мы, вот то, что мы будем делать, мы читаем, а все, что было до нас, не читаем. Мне думается, что здесь вот и кроется вот эта вот ошибка нового поколения. Мне думается, что нужно приходить, изучить сначала, почему не читаемо. А я знаю, почему не читаемо. Вот газета, которая выпускалась, называется «Сфера», у меня дома даже есть некоторые выпуски. Как вы думаете, какие? Нет, там, где есть мои фотографии, или упомянуто мое имя. И я их не читал, я прочитал только там, где вот я. И все, и вот они у меня лежат в общей подписке. Нет, просто понимаете, мы не говорим о том, чтобы «Сфера» была плохой газетой. Мы говорим о том, что мы хотим усовершенствовать эту газету, сделать ее немного лучше, привести какие-то коррективы в нее, то есть сделать ее более интересной для молодежи. Может быть, не было бы столько вопросов, если бы вы убрали бы одну единственную фразу – сделать лучше. Вот не лучше сделать, а сделать совсем другое издание, которое должно будет пользоваться популярностью благодаря чему? Новому формату, новому подходу, новому шерифу. У нас новые команды, у нас новые мнения, новые… Да, да, очень, да. Да, давайте, последний вопрос. Да нет, давайте. Нет, можно еще поговорить. Посмотрите, такой, может быть, важный вопрос. Вот несколько раз прозвучало слово «журнал», «глянец». Вы хотите вот на первое время выпустить там 500 журналов. Вы узнавали, сколько стоит выпустить 500 глянцев в журналах? Вы собираетесь просто так отдавать? Как бы, ну, это не продажа, это будет просто в свободном пользовании. Да, ну, просто, как бы, нужно же какое-то постоянное финансирование для этого. И это будут, ну, немаленькие деньги, на самом деле. Если вы собираетесь там выпускать тираж, там, по 2000 штук, например, это немаленькие. Как часто вы собираетесь это делать? То есть откуда вы будете? Раз в месяц. Ну, откуда вы собираетесь, как бы, каждый месяц, получается, почерпать средства на это? Знаешь, на самом деле, газета «Сфера» тоже почерпалась не бесплатно. И достаточно крупным тиражом. Так что, думаю, опять же, если проект будет хорош, то он найдет свое финансирование. Я понял. Вопрос, последний вопрос от УКВР. Дорогие ребята, вот есть у меня всего один вопрос. «Сфера» — новый журнал. В каждом издании есть своя мулька. В чем мулька ваша? Научно-популярные статьи. В сфере бывают иногда, но неважно. То есть вы хотите издавать научно-популярные журналы? Нет, у нас очень много аспектов, о которых есть писать. Понимаете? Там не только научно-популярные статьи, но и социальная жизнь, какие-то студенческие... Коротко, вот, чем мулька заинтересуется... Давайте мы сделаем, и вы увидите. Хорошо. Чуть больше, чем ста лет тому назад в Англии встал вопрос, почему не читают газеты. Именно тогда родилось увлечение, чтобы в газетах печатать кроссворды. Тираж газет вырос достаточно на многое. Многие известные писатели зарабатывали деньги тем, чтобы в эти газеты публиковали свои кроссворды. Ну, в нашу Россию впервые кроссворд пришел в газету «Вечерний Петербург». Тогда она называлась «Вечерняя газета». Если мне не изменяет память, 1921 год. Тираж газеты вырос в два раза. Всего лишь наоборот, напечатав небольшой кроссворд. Тогда он назывался «Крестословицы», если мне не изменяет память. По-моему, «Крестословица». Поэтому, наверное, нужно подумать все-таки, чем же все-таки вы будете брать. Может быть, кроссвордом, может быть, каким-нибудь научно-популярной фантастикой. Когда-то в одно время в нашей стране невозможно было купить журнал «Юность». Подумайте, почему. Очень пользовался популярностью журнал «Огонек». Подумайте, почему. «Юность» очень толстая. Современник было вообще не достать. Я правильно говорил? Да? Нет? Вы немного, видимо, просто не понимаете нас. У нас не просто от балды проект сразу. Мы очень долгое время над ним думали. То есть там продумать все доскорады. Я понимаю, что вы гораздо более великие люди, чем те издатели, которые издавали те журналы. Это я понимаю. К сожалению, время подходит к своему логическому завершению на данный проект. Вы не сказали про проект, раздолго готовились. Мне подождите. Мне думается, что если люди хотят выпускать журнал... Я знаю нескольких людей в нашем городе, которые выпускают, одного человека даже, наверное, в Москве выпускают. Самое сложное – это чтобы этот журнал принес доход или хотя бы вышел в ноль. Вот это самое сложное для них. Ну, тем не менее, они как-то умудряются свои все вот эти глянцевые журналы распространять. Причем за деньги. Может, у вас это тоже получится. Но для этого нужно действительно найти, как было сказано, какую-то изюминку, которая даст возможность вам двигаться дальше. Ну, и помните, самое главное, наверное, самая лучшая реклама – это благотворительность. Вспомните, только что сейчас Лен Ремонт прошла реклама, что они в детдом привезли велосипеды. Мне стало интересно, я поехал, поговорил с этим директором, который с крысой рекламируется. Он говорит, после этой рекламы телефонные звонки увеличились. Они взяли дополнительно еще семь операторов на прием звонков. Все, спасибо большое. Можно один вопрос? Спасибо. Где привозок сделать? Где привозок сделать?